Выбор сделан. 585 тысяч жителей Омской области пришли на избирательные участки. Это менее 38% от всех, кто имеет право голосовать. В сельских районах явка оказалась выше, чем в областном центре. Результаты голосования в Государственной Думу трудно назвать непредсказуемыми. Большинство своих голосов омичи отдали за Единую Россию, но в втором месте КПРФ дали ЛДПР и Справедливая Россия. В двух из трех одномандатных округов победили также единороссы Виктор Шрейдер и Андрей Галушко. Также Омск в Нижней Палате Парламента будет представлять коммунист Олег Смолин. Состав областного законодательного собрания также представлен четырьмя основными партиями. Вот итоги голосования за кандидатов в депутаты областного парламента по одномандатным округам стали сюрпризом. Вы помните, что у нас, по-моему, четыре округа было в законодательном собрании городских, которые удерживали представители партии КПРФ. Значит, сейчас получается так, что в одномандатных округах ни одного представителя КПРФ нет. Нет ни одного. За исключением незначительных курьезов, выборы и прошли спокойно. Серьезных нарушений не зафиксировано, считает глава областного избиркома. Однако не все участники с этим согласятся. Например, кандидат в законодательное собрание от партии «Яблок» Александр Загуменко был задержан полицейскими за нарушение правил агитации. Несколько часов провел в участке. В свою очередь, однопартийцы Александра считают, что задержание было незаконным. Незаконным и, более того, умышленным об инциденте сообщили в столичное отделение партии. На каком основании его задержали? Мы до сих пор не понимаем. И Москва сказала, что жалобу они уже приготовили, должны сейчас нам переслать. В ЦИК жалоба должна была уже вчера быть подана. И без санкций прокурора они вообще не имели права кандидата в депутаты задерживать. Субтитры создавал DimaTorzok